Вот в качестве примера, пожалуйста, вот цитата из Полского, его Бунин, точнее, Бунин ее цитирует в «Жизни Арсеньева». Здесь она представлена не точно, а ниже точная. Или же вариант цитирования стихотворения Огарева, друзья. Тут же следует договориться, что цитат в самом принципе и не выступать в важном элементе текста Бунина. Вот Евгений Анатольевич уже начал говорить про начальный текст, но также вот в своей статье, как мы видели, не вся, я тоже, честно, тех, кто видел, я не видел, я видел, он говорит, что цитата – это тоже своего рода начальный текст, что именно из цитаты может развиваться целый сюжет. Опять же, далеко на всем этапе на основе цитат названы некоторые произведения Бунина, а в случае жизни Арсеньева целые клапы целиком и полностью отходканы по цитатам и комментированию этих цитат. Это, как раз таки, уже выступает своего рода маргинальнее к тому, что читал Бунин. То есть, в данном случае, если мы это своего рода поменки на полях, то, на что Бунин обратил внимание впечатлений. Так вот, в данном случае, когда цитаты выполняют для нас здесь все. Первое – это маргинальное, то есть мы понимаем, что он читал внимательно, а второе – это выполнение уже круга чтения. Для чего это все нужно? Круга чтения – это тоже процесс, процесс, который происходит на вечеринении всей жизни писателя. А поскольку мы полагаем, что текст Бунин – это тоже процесс, то на основе второго, то есть выполнение, мы можем разреживать некоторый процесс редактирования текста, поскольку, опять же, текст Бунин имеет какой-то завершенной формы. Далее. Я не случайно привел цитату именно для ведущего Бунина. Дело в том, что для Бунина очень характерно цитирование по памяти. Он цитирует как в жизни, так и в своих произведениях. По памяти это делается не случайно. В этом есть определенный смысл. Бунин идентифицирует цитату, как в этом случае, под свой собственный текст таким образом, чтобы цитата не выглядела белой вороной текст, чтобы она была органичным продолжением самого текста. Вот особенно интересны случаи со стихами. Со стихами отдельная вообще история, потому что, когда Бунин цитирует стихи, он обращает внимание как раз-таки на музыкальные скрозы. И часто мы можем видеть, что на него последующий, грозаический его собственно отрывок после цитирования стихотворения напоминает подражательную реализацию, если можно так сказать. Вот, например, цитирование Рис Кушмина в Букаморе тут дуб зеленый, золотая цепь на дуб тонн. Я вот дальше набираю. Казалось бы, какой кусяк. Одинаковый. И далее уже продолжается текст Бунин. Казалось бы, какой кусяк, ты его уже текст и, соответственно, дарит дальнейшее продолжение. Или же часто используются разные стихотворные тропы в прозе. То есть, вот, как здесь, я примерно предлагаю пафтор, который использует, ну, опять же, полужинный шипер подсвечен. Возвращен, проф и так далее. И мы видим ниже, на точный пример. И еще интересный момент. Следующий, пожалуйста, этот сайт. А, не внесенный, я вот так это выучу. Достаточно известный момент, когда из цитаты Кутина-Кунина в дальнейшем разворачивается целый сюжет. Как в случае с Арселием. Когда Арсений в шестой половине риги скачет на коне и начинает цитировать Жуковского, перед ним как-то разворачивается пространство. Там цитата следующая. «Скачет пусто все вокруг, все и по части плана». И далее из этой цитаты, как-то, во-первых, разворачивается пространство, и дальнейший сюжет, который продолжает всю главу. Таким образом, мы понимаем, что цитата, помимо своей содержательной стороны, висит в перистивистическую сторону. Что никак не может говорить, что это не заставляет нас находить на цитату более внимательны, а именно отражать ее важность. Перейдем к второму способу пополнения человеческого круга. Ну, проще понять, здесь достаточно рассветить, рассмотреть биографию. Павтор, вот, учебник вначале стоял, можно было только их смотреть, но это было бы хорошо. Значит, на основе переписки, на основе биографии, можно значительно пополнить это самое впечатление Бунина. Допустим, интересный пример, это переписка Бунина с его братом Юлием, когда после того, как Бунин не закончил гимназию, он перешел на домашнее образование, а они с Юлием очень много обсуждали их переписки, и, соответственно, непосредственно лично он дал ему какие-то книги читать, с которыми он должен был знакомиться, и дальше он их консультать. Это как пример. И особенно интересно у нас вспоминание круга чтения, когда речь идет о жизни Арсеньева. Так как в данном случае мы можем наглядно применять два способа. С одной стороны, это роман, который, как я уже сказал, бискрит множество цитатов и иллюзий на разные тексты, а также это, с другой стороны, автобиографический роман, где можно обратиться к биографии автора. Таким образом, у нас в жизни Арсеньева два чтения. Один на момент написания романа, второй на момент молодости Арсеньева и параллельно думания, если мы сходу находим какие-то параллели. Ну и не стоит, конечно, забывать о том, что происходит в своей редакции текста, а, соответственно, какие-то плода, и чтение влияет на эту редакцию с точки зрения этого. Подытожим. Текст будет на этом процессе, значит, это нечто, находящее все движения, как в их мучении. Причем это такой текст, и важным элементом становится цитата. А потому мы создавшим чтение, мы сможем лучше ориентироваться не только в произведении в нюнерном моменте к созданию, но и частично проследить путь редакции каждого текста, особенно в поздние годы, что кажется нам важным временем в работе на технологии такого писателя. Создание этого чтения поможет нам лучше понять авторский роман, и, следовательно, лучше его подготовить к этому. Будем, особенно в годе, очень сложно объяснить как традиционно классического писателя, а значит, что у него должен быть иной. Спасибо. Хочу вас в вопрос? Ну и вопросы. А вы знаете, что сохранилось, то есть что? Я не представляю никаких сведений. Просто это, опять-таки, продолжение. Вы хотите создать не список, когда вы чтите, это замечательная идея, в общем, а в жизни в болезни. Ну, в общем-то, то есть сведения, что этот список, чтобы туда вошли те книги, это во все-таки чтение сохранилось. В Орле, в Орловском музее Торгий Ивань, где, в общем, хранится кубильная доля революционного Романа Гунина, фонда этого музея, в научной библиотеке этого музея хранится несколько экземпляров книг из Бунинской библиотеки, хочу сказать, но, естественно, по реческому. Потому что дореволюционное ничего не сахарилось. Оно упомянуло, например, как там тоники Брюзовы были, исчерканы, исчерканы, они где-то могут управлять, возможно. Но, нет, дети в доступности. То есть, можно в Орле взять тон блока с колоссальным поличным ординали на полях или Зайцева с на символом географической гиблиотеки. И, буквально, что у нас все-таки поиск, еще больше видишь? Да, конечно, 10 может. Это я говорю по-российски. Да, 10, конечно, никто это не может. И нужно в полочек сохраняться. Потому что у меня такое впечатление, что зубров видны, говорю, распространены. Каким образом, могу сказать, не хочу задать, но там, конечно, есть. интересы интересы не организаций, не как сомельцев. Чего восстановиться? Ну, если бы решили продолжать работать над этой темой, только того, рейнское собрание существует, например, предлагали к нему те, многие измельяры Городовский, а все остальное придется вычерпывать из-за собственно акцентации на уровне. Но хорошая тема, у нас явительно смена очень нужна. Причем, нужно адресовать сочинение для комментариев. Да, я не могу. Подозвольте, могу как раз в комментариях сейчас вредно посолить. Да, следующая идея на древней программы. Проблемы научат в комментариях коммунат на фигарске. Да, в своем фазе хотел бы рассказать о тех практических торопотах, которые мы успели в даре сделать, задать вопросы, которые у нас на данном моменте вызывают наибольшие сложности, но и о них сложности рассказать. И в первую очередь задать вопрос о прикрекции комментария, которая, кажется, не должна быть привычной, как она идет для акционных писателей классиков. Видимо, она не подходит для Романа Женцарсеньева, этот роман рассматриваем уже как модернист и не забывать о том, что этот роман был биографический. И здесь такой аналог мы нашли для себя в комментарии Сергея Константиновича Харужева роман роман Джойси Улис, где в отдельных логах, отдельные разделы идет именно классно-фоматологические сравнения, дальше цитаты, биографический класс и историка подходит все разделено четко, безмешанно, потому что материал очень большой. И как вариант, почему бы это не изменительно жизни особенно. Ну, естественно, реальный комментарий должен быть очень обширным, очень четким. Персонали, события, которые сейчас считаются уже непонятными, не ясными, они должны раскрываться именно в соответствии с тем, как они употребляются в романе именно в том контексте. Не просто, допустим, проскотливо объяснить, кто это человек, что он делал, а именно объяснить его биографии, которые важны при употреблении его имени в специальном романе Джеймси. Есть выгоден на слайде момент, когда мы про него не будем понять. И здесь я еще хотела поговорить о датах. Очень часто используются для организации технологии романа церковные даты, которые тоже нам сейчас сложно воспринимать. И в этом представляется необходимым сопоставлять законные даты с обычным календарем, также есть технологии романа относятся к таблине и царские дни. Это когда употребляют выходы, мы знаем, что это такое, это общее понятие, но пытаться выяснить, по какому ходу именно тогда будет установлен годный или год замуж и датами людей, соответственно, мы исследовались и в год и в очередном когда происходило действие и только месяц, дня присылать с обеспечением необходимо. биографические комментарии мы представили несколько возможных форм организации представления биографического комментария и все-таки кажется, что стоит это делать в виде отдельного раздела и отдельной статьи в комментариях в комментариях и в комментариях все вместе идет и нет комплиникации комментария и все сразу но есть моменты тоже в виде на слайде когда биографические комментарии отчасти пересекаются с технологическими отношениями истории и текстов тогда тоже надо решать в какой комментарий какой раздел относить развитие этого вопроса данным представленным комментарий как раз существуем на сомнении пары на встречу это столь внести не в географическом комментариях а уже в истории текста и технологическом и самая интересная работа и самая сложная которая вызвала наибольшее количество вопросов это комментированный цитат и попытка установить канонические цитаты так как уже было сказано раньше они очень изменены в романе специально или замечательно так или иначе они не точно повторяют текст который был и вопрос который хотелось бы задать связан и с вопросом фотографии который обсуждался раньше это цитаты из библейских священных текстов и текстов которые написаны древние допустим цитаты из библии священных писаний такое издание мы будем считать аноническим которым надо набирать оригинальные цитаты это то издание которое сейчас мы можем признать в библине то издание на тот момент считалось попытаться вычислить примерно может быть какого-то имя мог читать то что конечно это фантастика тоже и также если мы определяем офографию не только знак для такого о потому что текст офографии сейчас разнятся в цитаты то соответственно мы должны выбирать оригинальные генеческие тексты потому что мы выбираем цитаты и еще начитываем офографии то есть если это будет разная офография то уже получается два раз в цитате что касается восстановления цитата были очень сильно изменены здесь представлен цитата из Толстого часть была текста большая часть предложения убрана другая потому что цитата идет одна но она составная из двух глав например еще когда в жизни Арсеньева цитируется что-либо из Платона или Марка Абрея перелопатили текст и не нашли точные цитаты или фразы которые могли бы как-то напоминать только трекуле которые есть у Гумина и представляется что та цитата которая есть в жизни Арсеньева как цитата из Платона и Марка Абрея просто вышла из главы или диалога как итог ощущения как итог военной силы то есть мы не можем внести потом оригинальный текст потому что нет этого ощущения просто уже большого блога и его будут тоже пример в романе и очень известный пример это перевод Фауста который есть в жизни Арсеньева вот это перевод непосредственно в романе и я все-таки склоняюсь к тому что это перевод самого Гунина авторский межле чем это какой-то очень много известный перевод современный Гунину потому что в следующем слайде представлены переводы современные были самые распространенные это Эдуард Мамович Макбудера и Николая Александровича Молокосова они очень сильно разнятся с тем что есть в том что межество северо не сходство это даже не означает что это не влаще отстало это просто другой текст просто другой пикот еще один интересный пример мы уже долго с ним копались в лицах вы всегда пристираетесь по ритмам здесь имеется ввиду халдейские ракуи на русский язык они переведены очень большими проблемами во храбории XII века большая часть была ну тоже как бы не полностью переведена Алис Лайк-Ролы на английский тоже в XII веке мы сомневаемся за счет того что Бунин читал именно халдейские ракулы и его на английский или на русский но большая часть тому что он мог читать трактаты Иоанна Маскина в которых он ссылается на халдейские ракулы и переведена цитата из Иоанна Маскина где повторяется фраза про постираться разумом вдаль довольно точно разуме и в принципе можно предположить что источник цитаты не халдейские ракулы а цитирование на маскином вот тех ракулы не халдейские ракулы и последнее это неусноровленные цитаты тоже сейчас мы не смогли разобраться здесь у нас есть вариант что часть из этого имеют источники в периодике в газетах и журналах а также часто в жизни Арсеньева встречаются просто отдельные слова которые взяты и естественно по слову не можем эти источники художественные тексты вполне возможно что это просто роскошное выражение того времени которое употребляется это вопрос как это не делать вообще но также есть цитаты которые скорее всего имеют источник художественные исторические или философские труды но в силу большой измененности цитаты оригинала мы тоже пока зависаем вот пример с доклара Залилхан мы предполагаем что это какая-либо летопись что-то из исторических трудов они очень маленькие и дальше в плане текстов основания динаментов которые не теряются вот пока это все что мне нужно сказать Вопросы? Ну извините извините я на них прямо в паре иду потому что они в общем-то в чтении и как результат это в художественном творчестве но такие реманки насчет комментирования автографических моментов вы назвали автографическим романом это статья может быть само собой пожалуйста но обязательно в этом месте нужно не давать что именно показывать роман роман это роман это жизнь Хотелось я так к тексту. Первый. Второй. Цитата. Библейский цитат. Тут большая проблема. Дело в том, что издания все разом. И было очень много. Но современные издания ссылаться нельзя. И это не только касается Крестниц, а вообще Крестниц. Вот вы нашли какую-то цитату, книгу, да? Надо постараться, я не люблю его главный стол, конечно, другие книги. Постараться, которые издали, которые он не читает, да? И это, что касается этих подъемов, не возможны одно основы. А возможны и тот. Дело в том, что его любимый племянник, Николай Алексеевич Куршников, с которым он ездил за границу и здесь был, он жил, писал его на Крестницах, он был кафинистом, вообще страстным любителем старинных книг. И он именно много чего достопал. Такого, что вообще не помнил. Понимаете? И очень много знал про это. Сам Куршников. Он по всей жизни был геностатский кафинист. Был переводчиком. Очень хорошо был оскорблен. И литературу оскорбленную. Она тоже посетила по себе. То есть, вот, и притом искового чтения Булин читал много, по разным телам совершенно, в том числе такие книги, как вам сказать, для школ, гимназий, какие-то хрестоматии, откуда должен был черпать эти цена. И вот там, буквально, чтобы прямо даже познакомить слова, которые не выяснены, они могут быть где угодно. Потому что до революции вы заправлялись каким-то словно, чем популярные. Ну, типа, вот как сейчас уже, что-то за афаизм. Там цитаты замечены в бурых людей, в бурых странах и так далее. Например, большая проблема была за счет Карана. Взять священный текст. По какому тексту, там, Боя Суран, когда русский, можно сказать, полдесяграция, наверное, написал, какой он текст Карана читал. И английский, по юридическому, и доказал, по переводчику. То есть, вот с этим надо говорить, конечно, и пытаться, по крайней мере, найти именно тот гимн, который он читал. И последнее, насчет перевода. Вполне возможно, что в юридическом переводе, потому что он герой переводил. Он переводил, я сейчас не вспомню что, но в юности он переводил. Попытался переводить. Попытался переводить, и флоуссов тоже мог. Попытация, я не вижу, он, конечно, знал английский, но с помощью фасовщика, который он мог и помочь сделать, в этом мире, кто может пытаться. Нам близко, но сейчас он, тем более, ушла в правилах, он уже изучался с тем самым. Так что, ну, так прекрасно все, и очень будет вспомогать. Мне и они не получат. Спасибо. 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 Спасибо.